Алхамду лиллahi раббил аламин والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصاحبه جماعين ومن تابعهم بحسان إلى يوم الدين الحمد لله الذي يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله لا يسأله مخلوقنا عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры просим Всевышнего الله سبحانه وتعالى чтобы сегодняшний наш с вами пост رضي Всевышнего الله سبحانه وتعالى был принят чтобы الله سبحانه وتعالى дал нам силы продержать весь месяц رمضان до конца должным образом поклоняться Всевышним الله سبحانه وتعالى наш сегодняшний урок مع القرآن في رمضان вместе с قرآنом в رمضان прошлый урок мы взяли с вами تفسير مختصر краткий تفسير سورة الفاتحة мы إن شاء الله будем с вами брать в течение месяца رمضانا выборочный вы знаете то что قرآن в общем делится на две части وَالْقُرْعَنْ كُلَّهُ عْضِينَ и قرآن весь он великий одна часть где Всевышний الله سبحانه وتعالى حديث الله عن غيره где Всевышний الله سبحانه وتعالى в قرآن рассказывает о ком-то помимо себя а более великая часть قرآن حديث الله عن الله когда Всевышний الله سبحانه وتعالى рассказывает о себе в قرآن поэтому как мы с вами сказали и не перестаем уставать приводить эти слова شيخ العز بن عبد السلام где он сказал لن تصيل إلى أي شيء بغير الله فكيف تصيل إلى الله بغير الله ты ничего не сможешь достичь ничего не сможешь ничего ты не можешь достичь понять помимо Аллаха سبحانه وتعالى как ты хочешь достичь до Аллаха без Аллаха سبحانه وتعالى поэтому когда Всевышний الله سبحانه وتعالى в قرآن в аятах рассказывает описывает себя о его могуществе какова его милость каково его наказание Всевышний الله سبحانه وتعالى то что он всеслышащий всевидящий прощающий милость и милосердный тем самым он описывает Аллаха سبحانه وتعالى описывает сам себя в قرآن и тем самым человек это юрак и قلب это смягчает сердце верующего и начинает любить Всевышнего Аллаха سبحانه وتعالى и также мы говорили с вами упоминали то что когда Джибраиль сказал три раза пророку Мухаммаду سبحانه وتعالى читай мы сказали что это доказательство то что откровение от Всевышнего Аллаха سبحانه وتعالى три вида то есть в قرآن три вида обращения первое это таухид это единобожие где Всевышний Аллах سبحانه وتعالى рассказывает описывает единобожие каково оно должно быть то что все поклонения должны быть ради Аллаха سبحانه وتعالى الإمانيات то есть именно вот вера в судный день в предопределение в ангелах да вот именно вот все что связано с единобожием вторая часть Кур'ана أحكام именно حلال حرام законы так скажем фик поэтому сегодня мы иншاء الله об этом с вами поговорим и третья часть قصص рассказы то есть те рассказы которые были до уммы пророка Мухаммада سبحانه وتعالى сегодняшний аят мы с вами иншاء الله возьмем и вкратце постараемся его объяснить аяты из сурат аль-Бакара из второй суры священного Кур'ана начиная с 183 аята и до 186 аята иншاء الله постараемся быстро иншاء الله понять перевести и сделать некий такой тفسир аль-Мухтасар краткий тفسир эти аяты связаны аят связаны с постом сейчас мы с вами в месяц поста в месяц рамадан именно сегодня бы хотелось поговорить об этом Всевышний Аллах говорит в 183 аяте сурата аль-Бакара саиду биллах я айюха ладзина аману кутиб алейкум ассиям кутиб алейкум ассиям кама кутиб аля ладзина мин кабликум ла лакум татта кун я айюха ладзина аману о верующие здесь анида здесь обращение Всевышнего Аллаха субхану ата'аля к уме пророка Мухаммада салаллаху алейху салам в Коране есть несколько видов обращений где Всевышний Аллах субхану ата'аля обращается к неверующим я юхал ладзина кафару ла тататзиру льявм есть обращение к ахля китаб я ахля китаб та'аля у иля калим атин сава им байна на байна кум обращение к людям писания есть обращение бани Исраил к детям Якова я бани Исраиля дскуру ниам атия лати ана алейкум есть обращение ко всеми людям Я юхан сутта ку раббакум есть обращение Всевышний Аллах субхану ата'аля к верующим людям есть обращение Всевышний Аллах субхану ата'аля к верующим Я ай ладзина аману о те кто уверовали о верующие то есть обращение к мусульманам обращение к уме пророку И это не дая шараф, обращение почета, обращение чести. Верующий, аль-хамду лилля, он радуется, что он верующий. Мусульманам радуются, что он верующий, чувствуют у себя в сердце веру во Всевышний Аллах. Поэтому, если кто-то из нас хочет проверить себя, сделать некий такой экзамен, являюсь ли я внутри верующим или нет, пусть он посмотрит на себя. Когда упоминается Всевышний Аллах, радуется он или нет? Человек радуется, там бывают разные люди радуются, когда собираются на таком или ином джамаате, говорят о спорте, кто-то говорит о бизнесе, когда-то говорят о семье. А когда именно хадисы о Аллахе, когда идет разговор об Аллахе, радуемся ли мы с вами или нет? Ведь Всевышний Аллах, субхану ва-та'ля, описывает ахли куфри, во фужури, во фусуку, когда описывает Всевышний Аллах, субхану ва-та'ля, неверующих, грешников. Всевышний Аллах, субхану ва-та'ля, говорит, Они были таковыми, если говорили им Они проявляли высокомерие Они проявляли высокомерие Также Всевышний Аллах говорит Когда упоминали Всевышнего Аллаху Упоминали Аллаху одного То есть проявляли недовольствие сердца неверующих Почему Аллах их опять вспоминает Почему опять разговор об Аллахе А когда кого-то помимо Аллаха вспоминали Они радовались По-своему радовались Сейчас разговор не о Всевышнем Поэтому каждый из нас пускает про вере в свое сердце Когда говорится об Аллахе Радуемся мы или нет с вами Уважаемые братья и сестры Поэтому здесь Именно обращение к верующим К нам с вами Самая великая милость Как Аллах в Коране говорит Если начнете пересчитывать все милости Которые Аллах вам дал Вы их обхватить не сможете Мы с вами проснулись Это милость Мы сегодня смогли с вами пропаститься Это милость Мы сегодня смогли с вами открыть глаза Это милость Что-то услышать Это милость Собраться сейчас Поминать Аллаха Читать его аяты Это милость Выставить молитвы Это милость Протянуть даже руку Чтобы взять финик Положить в рот Это милость Аллаха Сколько людей Парализованных Не могут этого сделать Как говорил наш шейх Мухаммад Аль-Арифи Во время учебы Я поехал в больницу Навестить больных Тяжело больных людей Поэтому это тоже Когда ездишь в больницу И видишь больных людей Дает тебе великое напоминание Когда ты едешь на кладбище Как сказал пророк Мухаммад Салаллаху алейкум Зуру аль макабир Фа инна га тузакеру кумбил ахира Посещайте могилы Это вам напомнит о вечности Также когда ты посещаешь больницы Тебе дает напоминание О милости Аллаха Субхану ва Та'ля Которое здоровье Поэтому когда мы поехали Говорят поехал в больницу Увидел там одного Прорализованного мальчика Где-то в 17-18 лет ему И этот мальчик У него зазвонил телефон Он мне сказал Шейх можешь ты взять телефон Преподнести к моему уху Я не могу сам дотянуться До своего телефона Не можешь сам на кнопку нажать Есть люди которые себе дверь Не могут открыть машину Когда садиться И потом я когда начал Разговаривать с врачами Они говорят то что Этот человек попал в аварию Парень выжил Был долгое время Находился в коме Он полностью парализован И внутренности у него тоже больные Внутренние органы И самое тяжелое Я спрашивал что самое тяжелое Самое тяжелое Когда принимает пищу И тогда я сказал Ну не давайте ему тяжелую пищу Давайте ему фрукты Что-то легкое Овощи Они засмеялись врачей Овощи, фрукты Какие овощи, фрукты Ему ничего нельзя Кроме жидкого И вот когда ему заходит Субханаллах Жидкость В виде молока Он тут начинает кричать От боли То есть Испытываем Как испытывает Аллах Субханаллах Поэтому мы с вами Альхамдулля Здоровые люди И это милость велика Но самая большая Великая И самая милость Это что? Ниамету ль ислам Милость ислама Имана Вера Поэтому мы говорим Аллаху малекал хамду бил ислам Аллах Я благодарен за ислам За иман За веру Лекал хамду бил Кур'ан За Кур'ан Который мы с вами читаем Который мы с вами проходим Поэтому Альхамдулля Это великая милость И когда здесь идет обращение Почета К тебе брат Ко мне брат Сестра Обращается Всевышний Аллах Я юхаладина ааману О верующий Отсюда что? Когда мы понимаем То что мы верующие Альхамдулля Благодарим То что это Аллах Субханаллах Сотворил нас верующий Аллах Субханаллах Указал нам путь веры И здесь Хочется сказать Отвесить Аллаху Перед тобой я Аллах Приказывай Ты обращаешься ко мне Приказывай я перед тобой Что Аллах Субханаллах Приказывает Кутиба Алейкум Сия Предписан вам пост Приказываю вам поститься Камакутиба Аля ладинами Кабликум Помимо Подобно тому Как было предписано Это общинам Которые были до вас То есть Отсюда что понимают То что Не только Умми пророка Мухаммада Салаллах Алейкум Приказал поститься А Умми Пророка Иси Пророка Муси Пророка Дауда Закария Всем им Аллах Субханаллах Приказывал поститься У каждого У них был Приказ От Аллаха Поститься То есть Сия Пост Это Один вид Из поклонения Это один вид Из поклонения Перед Всевышним Творцом Создателем Субханаллах Поэтому Этот ая Аллах Субханаллах Наспослал Также нам Здесь Аллах Субханаллах Это для тех Которые боятся Поститься И думают Начать ли мне Поститься или нет Здесь есть Успокоение От Творца От Господа Миров Камакутиба Аля ладинами Каблим То есть Подобно тому Как был предписан Он Тем общинам Которые были До вас Здесь Всевышний Аллах Что хочет сказать То что Вы не первые Не бойтесь До вас были люди Постились До уммы Пророка Мухаммада И продержали Поэтому Аллаху Алям Им тоже был пост Но когда это было В Рамадане На Рамадане В каком месяц Аллах Только знает Субханаллах Основа У всех пророков Одна Как Аллах В Коране Сказал В каждой Из общин Всевышний Сказал Я посылал Посланника Дабы призывал К поклонению Одному Аллаху И отзывал От поклонения Тагута Тагут Из них Из каждой общины Каждому пророку Мы дали Свой шариат И манхач Свою программу То есть Именно как поклоняться Форма поклонения Но однако Поклонения Одному Творцу И обедаты У всех Они были похожи Поэтому Молитва Пост Как пророк Мухаммад Саллаху Алейхи Вассалам Сказал То есть Пророки Они братья Религия У них У всех Одна Но однако Форма Вот именно Каноны Законы У всех Разные Поэтому Тоже Был у них Такой Умам У общин До пророка Мухаммада Саллаху Алейхи Вид поклонения Как Ассиям Как пост В конце Аятов Всевышний Аллах Субхану Атех Сказал Может быть Вы станете Набожными То есть О верующий Вам предписан Пост Подобно тому Как был предписан Общинам Которые были До вас Вот в этих Словах Может быть Вы станете Богобоязненных Раскрывается Весь смысл Поста Для чего Аллах Нам не Спасал Для чего Аллах Нам приказал Чтобы стать Богобоязненными Чтобы стать Набожными Чтобы приблизиться К Аллах Чтобы измениться Оставить Плохие вещи Приблизиться К Аллах Пост Уважаемые Братья и сестры Это не диета Как некоторые Думают У нас Диету Делал Мусульман Своя диета Это не диета Нет Это поклонение Это поклонение Поэтому На сегодняшний день Переподвинутые Интернеты Диетами Как поклоняться Тренера Что кушать Лучше Как разговление Чем делать Не переедать Это все Это все хорошо Но об основе Мы забываем Для чего Аллах Нам предписал Не просто похудеть Аллах Не сказал Может быть Вы похудеете Нет Аллах Не сказал Может быть Вы Прочувствуете Голод Нет Для чего Может быть Вы станете Набожными Аллах Не сказал Вы станете Набожными А что Сказал Может быть Может быть Кто-то из нас Изменится А может быть Так Кто-то из нас И не изменится Пускай Аллах Убережет Нас от этого У кого-то просто так пройдет 30 дней, он не понял даже, что с ним произошло, и все это закончил. А кто-то, субханалу, изменится, возьмет для себя урок из этой жизни, поменяется, что-то изменит в своей жизни, приблизится к Аллаху, субханалу ва-те-а-ля. И по окончанию Рамадана будет нести это в течение всей своей жизни. Не только в Рамадане. Не только в Рамадане. Об этом мы тоже отдельно, иншаллах, поговорим. То есть поклонение в Рамадане, не в Рамадане. Отдельная проповедь, иншаллах. Поэтому, может быть, есть процент какой-то, да, есть какой-то, иншаллах, ихтималь, возможность, то, что вы изменитесь. Этот ая, Всевышний Аллах, субханалу ва-та-ля, не спослал, именно как в виде приказа пророку Мухаммаду, салаллаху алейкум, поститься месяц Рамадан. До этого мусульмане постились. Это когда был неспослан приказ, во втором году по хиджри, в понедельник, в месяц Шардан. Во втором году по хиджри, в понедельник, в месяц Шардан. До этого мусульмане постились такие дни, которые Ашура, Дни Ашура, которые постились Муса, Али Салям, Иван Рот, то есть другие дни. Но однако как фарт, как обязательство, как приказ, это было приказано Рамадан поститься. Рамадан, мы знаем, девятый месяц по лунному календарю, до него месяц Шаадан, после него десятый месяц Шауаль. Поэтому был приказ именно в Шаадане, до того, как начался этот месяц, в понедельник, во втором году по хиджри. И именно в Рамадане тоже была битва при Бадре. Отдельно про это поговорим, первую битву в исламе. Отсюда верующий понимает, то есть, если Аллах, субхану Талям, мне приказал, значит я должен выполнять. Если Аллах мне приказывает, значит я должен исполнять этот приказ. Как сказал имам Навави, рахмагуллах, аль-мукырр аинда аль-муслимин. То есть, нету разногласий среди мусульман. Говорит, нету разногласий среди мусульман. Если мусульманин без причины в Рамадан открыл пост, без причины открыл пост днем в Рамадан, то он хуже, чем тот, который делает прелюбодействие и выпивает алкоголь. Также говорится о нем, говоря, что он распутник. Пускай Аллах, субхану, убережит нас от этого. Дальше Всевышний Аллах, субхану Талям, говорит. Вот этот ай-я-ман ма-адудат, имеется в виду, что определенные считанные дни. То есть, сколько Рамадан бывает, или 29 дней, или 30 дней. 31 день в лунном календаре не бывает, или 29, или 30. Эти слова, сочетанные ай-я-ман ма-адудат, кому-то приносят в сердце хозин, печаль, грусть, то, что быстро пройдет. Для кого-то это в видеоблегчения. Не переживай, это не весь год тебя постится. Несколько, количество дней, Аллах, субхану, говорит. 29, или 30. Пройдет это все быстро. То есть, не бойся, что не продержишь. Дальше Всевышний Аллах, субхану, говорит. Если кто-то из вас болен, или в пути, то пусть он пропастится в другие дни. То есть, имеется в виду, у него есть разрешение не поститься. Теперь давайте разберем этот, потому что часто задают вопрос. Мне тоже пишут и говорят, если мне нужно принимать таблетки, можно ли мне поститься или нет? То есть, сформулирован вопрос, что мне делать, поститься или нет? Не так задают, а как можно ли? Люди некоторые думают, что если он болеет, то ему нельзя поститься. Но болезни разные есть. Есть, которые можно, например, продержать, не пить таблетки. А есть тяжелые болезни, или хронические болезни, то, что обязательно нужно прием таблетки. Обязательно прием таблетки. Поэтому, если и так же некоторые говорят, я уезжаю там в путь, мне что лучше делать? Поститься или не поститься? И он сравнивает это на хадис, где сказано, что пророк Мухаммад сказал о сокращении молитвы для путника. Совмещение и сокращение молитвы. Принимайте это подарок от Аллаха. И тоже тут думает, делай свою аналогию. Типа, если это подарок, мне сокращать, совмещать молитву, значит, тоже подарок мне не поститься. Но это не так. Почему? Давайте разберем начально больного. Больной человек, если он, здесь какое правило в шариате, если он болен болезнью, хронической болезнью, ему необходимо жизненно принимать таблетки в течение дня, то он не постится. А потом уже, если после того, когда пройдет этот месяц, скажем, дни покороче, он сможет, то Аллахамдля вернет. Если не сможет, у него постоянная болезнь, то он не постится, не возвращает. Только с каждым днем для него будет лучше накормить одного бедняка муд. То есть дает ему вот две ладони муд, это вот две ладошки, берешь сюда сколько еды поместится, вот столько накормить за один день бедняка. Именно что за каждый пропущенный день накормить одного бедняка. Если у него болезнь, например, скажем, он может там продержать, например, скажем, простыл чуть-чуть, да, и он себя нормально чувствует, то есть не боится свою жизнь, не боится своего здоровья, то есть нормально, альхамдулля, для меня легко, я пропущусь, тогда лучше для него поститься. Если у него там какие-то сердечные недостатки, вот касательно у кого сердце болит, есть, говорят, таблетки, которые под язык кладут. Вот эти таблетки, которые кладут под язык, их можно во время поста использовать. Это Джумхур Уляна, именно большинство мнений ученых говорят, то, что их можно использовать. То есть главное дело, то, что пьешь ты вовнутрь, вот это нельзя. А под язык положить таблетку, там, от головы у кого-то, от сердца, то есть постоянно нужно. Эти таблетки дозволены, и он может поститься. Уколы, касательно укола, питательные, витаминные уколы нельзя, то есть это открывает пост. Если укол, там, обезболивающий, там, еще что-то, дозволено. В зубном у врача лечить зубы, там, уколы, обезболивающий дозволено. То есть вот эти вот вещи, как бы, но если у человека, сюда еще кто входит, беременная женщина, если она, то есть, там, скажем, на сроке, там, на третьем, третий месяц и так далее, лучше ей не поститься, потому что в этот момент, именно, как бы, Аллаху Ханн закладывает органы ребенку, пускай она не постится. Если уже там ей немного осталось до родов, она там сможет себя чувствовать нормально и не боится, что что-то, навредит ей, она может поститься. Кормящая мама также, если она боится, что ее молоко пропадет, то она не постится. А именно, что она тоже потом восстанавливает. И, если есть возможность, с каждым днем кормить бедняка. Эти все под один хоком приходят. Но, есть другие люди, категории людей, им категорически нельзя поститься, им нужно постоянно принимать таблетки, и они все равно, нет, я хочу поститься, и так далее, и сами себе во вред. Вот, у меня сколько, вот недавно брат один звонил, у него мама, уже в пожилом возрасте, то есть, тоже старикам, если им тяжело, им можно не поститься. И она в таком возрасте уже, и говорит, все равно, нет, я буду поститься, я буду, это ее иман, понятно. Наши папы, мамы, дедушки, бабушки, они более там воспитаны, так в религии, да, альхамдуллях. И, ну, мы должны с вами понять, то, что Аллах не хочет от нас жертвы, братья и сестры. Аллаху не надо это. Аллах видит на твой неядь, то, что ты хочешь, но наше тело не нам принадлежит, Аллаху, мы за это тоже будем отвечать, перед Аллахом. Поэтому лучше не поститься таким людям. И также, кто, кто был в пути. Например, пути, это говорится, если все разногласия взять, если он выехал в путь, который большее расстояние, 83 километра, примерно вот такое расстояние, то он, у него есть дозволенность не поститься в этот день, а потом он должен восстановить. Но, однако, смотрите, вот мы не должны путать. Некоторые думают, что мне лучше, поститься или не поститься. И некоторые братья говорят, что лучше ему разговляться. Почему? Потому что это подарок. Нет, это не подарок. Подарок касательно намаза, в хадисе сказано. Сокращайте, совмещайте подарок от Аллаха. А касательно постаря нет. Аллах, субхану ва Та'ля, говорит, то есть, то, кто не сможет продержать, он пусть накормит бедняков. А что-то, если сверх этого дадите, то есть, ни одного бедняка накормите, а еще что-то сверх, это еще лучше для него, как награда перед Аллахом, субхану ва Та'ля. Но, однако, при этих всех обстоятельствах, если вы сможете пропаститься, это лучше для вас, если вы знаете. То есть, если ты уехал в путь, там, пускай даже, сейчас, аль-хамдуля, там, то есть, такой усталости нету, как там, что тебе легко приносится. Тогда лучше постись, брат, лучше постись сестра в этот момент. Почему? Потому что намаз, если ты сократил и совместил, ты его не обязан переделывать потом, а пост ты обязан возвращать. То есть, если ты пропустил, значит, ты потом должен. Ну, у тебя есть дозволенность. Даже если тебе не тяжело, ты уехал в путь, у тебя есть дозволенность не поститься. Но, однако, лучше поститься, если это тебя не утрудняет. Я думаю, так ясно, мы, иншаллах, объяснили. Теперь о месте Рамадана. Аллах, субхану Талли, описывает, какой он великий месяц. شهر رمضان, الذي أُوزِن فيه القرآن, هدى للناس, وبينات من الهدى والفرقان, فمن شهد منكم الشهر فليصم, ومن كان مريضا أو على سفر فعندة من أيام أخر, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِنْدَ وَلِتُكَمْبِرُ اللَّهُ وَلِتُكَمْبِرُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Всевышний Аллах говорит, شهر رمضان, месяц Рамадан, вот этот месяц, в котором мы с вами живем, أَلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ Это тот месяц, в который Аллах не спасал Кур'ан. В месяц Рамадан именно Аллах, سبحانه وتعالى, не спасал Кур'ан. Аллах в Кур'ане говорит, إِنَّ أَنزَلْنَا مُفِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ Мы его не спасали в ночь предопределения. إِنَّ أَنزَلْنَا مُفِي لَيْلَةِ مُبَارَكَ Мы его не спасали в благодатную ночь. Но на протяжении 23-х лет Пророку, не спасался аят за аятом. Но почему Аллах, سبحانه وتعالى, говорит, мы не спасали его в месяц Рамадан? Целиком, полностью он был не спасан в небесах, в небесной скрижере, в месяц Рамадан, именно в ночь предопределения. И оттуда уже с этой небесной скрижи, он скрижали, аят за аятом не спасался на протяжении 23-х лет Пророку Мухаммаду, салаллаху алейху ассалям. Поэтому все, что с Кур'аном великое, уважаемые братья и сестры говорили, великий Аллах не спасал его. На самое великое сердце Пророка Мухаммаду, самый великий, самый лучший ангел, Джибраиль, в самый лучший месяц, великий месяц, благодатный мир Рамадан, в самую благодатную ночь, Лайля Туль-Кадр, ночь предопределения. А теперь давайте с вами подумаем, если этот Кур'ан, ему будет место в наших сердцах, тогда какое наше с вами сердце будет? Великое, мягкое, то сердце, которое любит Аллах, то сердце, на которое видит, смотрит Всевышний Аллах. Если все с Кур'аном великое, если мы его сможем поместить в наши сердца, тогда какие наши? Ведь Аллах сказал, Кур'ан разъясняющее знамение в сердцах обладателя знания. Поэтому давайте мы с вами постараемся поместить его в наши сердца. Любить Кур'ан, жить с Кур'аном, изучать Кур'ан, заучивать Кур'ан. Описывает Кур'ан, Всевышний Аллах говорит, Кур'ан указывает людям прямой путь. Путь и разъясняет прямой путь. Фуркан это именно Аллах дает понимание через Кур'ан. Истину от лжи разъясняет нам Всевышний Аллах, где правильный путь, а где плохой путь. Поэтому Кур'ан это как жизненный навигатор. Аллах в Кур'ане говорит, Аллах лучше знает вам, то, что нам с вами нужно. Аллах лучше знает, чем мы с вами. Почему? Ид анша акум минал ард. Аллах сотворил вас из земли. Ид анту ма джиннатум фи бутуниум махатикум. Вы были зародышами в утробе ваших матерей. Ла фиаламуна шайа. Ни о чем не знали, ничего не знали. Ва джааля лакуму ссамм'а. Самм'а. Ва лабсара. Ва лабсара. Аллах дал вам слух. Зрение. Сердца. Калилам ма ташкурун. Мало вы благодарны Аллаху субханаму ва тя'ля. Отсюда, что понимаете, Аллах лучше знает, что для нас нужно, чем мы с вами. Аллах в Кур'ане говорит, Асян тякраву шайан ва хайру лакум. Что-то вам не нравится, это лучше для вас. Ва асян тухибу шайан ва хуа шарру лакум. Что-то вы любите, но это хуже для вас. Ва Аллаху я алам. Аллах только знает. Ва антум ла ти аламун. А вы не знаете. Поэтому я всегда привожу пример. Человек купил машину, скажем там, Мерседес, у него там есть сервисная книжка в бардачке. Через 15 тысяч километров ему нужно сделать первое ТО пройти. Масло поменять, колодки там по регламенту. Он не поменял, дальше едет. 30 тысяч. Второе ТО не проходит. 45. Все. ТО он не проходит, машина все берет и на свалку выкидывает. Все, там колодки сгорели, масло, движок стукнул. Почему? Потому что он не следовал инструкции производителя. А наша инструкция, наш производитель создатель Аллаха. Это наша инструкция, именно как нам жить правильно с вами, дабы быть счастливым в этой жизни. И вечно это Коран. Здесь вот этот далиль, это именно далиль, то что Рамадан нужно поститься полный месяц. Может быть вы встречались, когда задают вопросы, можно пропаститься первые три дня, в середине три дня и в конце три дня. Будет ли считаться, как будто я пропастился. Или можно один день, или там выборочно сколько-то дней пропаститься. Аллах в Коране говорит, тот, кто из вас, шахида, шахар, застал месяц, пусть он его полностью пропастится. Не один день, не девять дней, не десять, весь месяц, сказал Всевышний Аллах, и при этом Аллах в этом не нуждается. Как сказал Аллах в хадисе, «Святый Аллах в хадисе, они меня ненасколько богаче не сделают, не увеличит мою власть». Отсюда что мы понимаем? Аллах ни в чем не нуждается. Некоторые люди говорят, я еще не начал читать молитву, вот как бы начну и так далее, пока я не пришел, у меня еще время не пришло, как будто он Аллаху одолжение сделает. Аллах, не нуждается, и этому брату говоришь. И также Аллах, папа мой говорил всегда, когда с таким вопросом проходили, он тоже был имамом, он говорит, «Брат мой, это не ты как бы не думаешь, что Аллах нуждается в твоем посте, в твоих намазах, в твоих поклонениях, в твоих садатах?» Нет. Это ты неправильно говоришь, я еще не готов. Не ты не готов, а Аллах пока тебя не принял. Ты, наверное, провинился перед Аллахом, что ты не так в жизни делаешь. Делаешь, останься наедине с Аллахом, попроси прощения. Аллах, раскрой мне мое сердце, не запечатай мне мое сердце. Дай мне возможность поклониться тебе, молиться тебе. И иншалла, Аллах примет Твое удвоение и наставит Тебя на путь намаза, и наставит Тебя на путь поста. И также тот, кто постится и молится, он не должен гордиться над другими, братья и сестры. Вот я молюсь, а ты что там не молишься? И так не с гордостью, а призывать должны. Ты что там не постишься? Все, ты должен призывать, а не отталкивать. Мы не знаем, чем закончится наша жизнь. Почему? Потому что это гидая наша с вами в руках Аллаха. Мы просим Аллаха, Субхану Ва Та Аля, О, Аллах, сделай лучшими деяниями наши последние за эту жизнь. И чтоб Аллах, Субхану Ва Та Аля, нам забрал наши души, и мы верующими были Аллаху, Субхану Ва Та Аля. И наша вера в руках Аллаха, во власти Аллаха, не в наших руках. Поэтому здесь мы должны понимать то, что весь месяц, фалья сумху, Субхану Ва Та Аля, говорит, пусть постится весь месяц. Кто, кто из вас застал месяц. Фаман кана маридан аму аля сафарин, фаиддатум мин айя и мин ухар. Опять же повторяются аяты. Тот, кто из вас был болен или в пути, пусть в другие дни пропостится. Но однако, если он болен или он в пути, но у него было не ад намеренно поститься, уважаемые братья и сестры, ему запишется помиловаться Аллаха то, что он постился. Награда, что он постился. В хадисе сказано, пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Изээ мэрид аабд, ау кэна мусафиран кутеба лэху макэна, я амалю сахихан мукина». Если раб Аллаха заболел или он в пути, ему запишется то, что он совершал, когда был не больным и когда не был в пути. «Инна маль амалю биня» Дела по намерению. Просто обстоятельства так. Сейчас мы с вами хотим молиться в мечетях. Нам запишется, как будто мы молимся в мечетях. Потому что не по нашей с вами воле закрытой мечети. Обстоятельства так сложились. Но, однако, наши сердца были привязаны с домом Аллаху. И на награде это запишется, инчааллах. Потом Всевышний говорит, «Юриду Аллаху бикуму льюсара». Вот посмотрите на величие, мягкость Аллаха. Порой мы сами себе жесткие. Тот человек, который говорит, я хочу до конца поститься, даже если я болен и так далее. Но Аллах говорит, Аллах вам хочет облегчить. Поймите. «Юриду Аллаху бикуму льюсара». Всевышний хочет для вас облегчения. «Уалла юриду бикуму льюсара». И не хочет Аллах для вас усложнений, затруднений. Это касательно чего? Того человека, который в пути. И того человека, который болен, чтобы он не постился. И касательно того, что до вас уже были люди, которые постились. То есть, представляете, если бы весь год для нас был бы приказ поститься. Аллах говорит, несколько дней, количество, считано количество дней. При этом Аллах не нуждается. И ты какую великую награду перед Всевышним возьмешь. Аллах не хочет для вас усложнить что-то вам. И наша религия, Аллах не спасла, не чтобы нам усложнить жизнь. А чтобы облегчить. Аллах не сделал для вас в религии усложнений, как сказано в Коране. Также Всевышний говорит, почему? Дабы вы закончили этот срок, то есть полностью пропастились. И чтобы вы схваляли Аллаха. За что? За то, что Он вас наставил на этот путь. И может быть вы будете благодарны. Уважаемые братья и сестры, сколько людей хотят найти путь, но не могут найти. Сколько людей заблудших. Сколько людей поклоняется идолам. Сколько людей поклоняется корове, насекомым. Статуэтки, не знаю, астахаруллах, чему только поклоняться. Сколько людей хотят найти путь. Душа плачет, разрывается, не может найти успокоение. А мы с вами знаем то, что без ислама, без поклонения Аллаху, нет наслаждения, нет успокоения для сердец. Аллах нам с вами дал ислам, едая без просьбы. Мы его не просили, он нас полюбил мусульманами. Мы родились мусульманами, аль-хамду-ля, и нашли этот путь. Но мы не просили, Аллах нам так дал. Но мы говорим, Аллах, мы тебя не просили, ты нам указал путь ислама, так веди нас в рай, тогда, когда мы тебя просим. То есть, так веди нас в рай, когда мы тебя просим. Если Аллах нам без просьбы дал, то с просьбой, иншаллах, он нам даст нам с вами рай, иншаллах, бидни ла, субхану-ля. То есть, опять же, может быть, вы поблагодарите Аллаха. Всевышний говорит, в одном аяте, «Мало из моих рабов, которые мне благодарны». Всевышний Аллах говорит, мало их, касательно верующих. Также говорит Всевышний Аллах, «Мало кто уверовал вместе с ним, вместе с пророком». Мы что с вами хотим? Мы хотим, чтобы мы были из меньшинства, этого меньшинства, которых Всевышний Аллах говорит, мало их, кто уверовал, мало кто пошел за пророком, мало благодарны. Мы хотим быть из этого меньшинства с вами. Всевышний Аллах говорит, может быть, вы будете благодарны. Кто-то благодарит Аллаха, кто-то нет. И за самую великую милость мы должны благодарить это за милость Ислама. Мы с вами сегодня глаза открыли. Не дай Аллах, представьте просто, на секундочку, астаху Аллах, если бы сегодня мы с вами проснулись, а мы не мусульмане, мы не постимся, астаху Аллах, не молимся. Просто представьте. Страшно становится, да? А мы с вами проснулись сегодня, мусульманы, альхамду лилля, молимся, ифтар делаем, молимся Аллаху, сухур кушаем, и сделаем это ради того, чтобы Аллах от нас принял. Это великая милость. И мы должны благодарить Аллаха с вами за эту милость. Аллах в Коране говорит, если будете меня благодарить, я вам еще больше дам. Я вам еще больше дам. Конечно, мы благодарны за все, за детей, за имущество, за все, что Аллах, за воздух, которым мы с вами дышим. Но самая великая милость. Мы даже не забывать милость и слава. И в 186 аяте Всевышний Аллах говорит, Субтитры создавал DimaTorzok Всевышний Аллах говорит в конце этого всего, Обращение к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И если мои рабы спросят обо мне, если тебя, Мухаммад, мои рабы спросят обо мне, то поистине я близок. То поистине я близок. Когда в Коране приходится подобные аяты, например, Тебя спрашивают о месяцах. Куль. Аллах говорит, скажи. Женщина спрашивает тебя, Мухаммад, о своих днях. Куль, скажи. Спрашивают касательно алкоголя, вина и азартных игр. Куль, скажи. То есть, когда Всевышний Аллах говорит, когда тебя спрашивают, после этого идет слово, Куль, скажи. А именно в дуа, в поклонении, Аллаху, субхану а та аля, Всевышний говорит, если обо мне мои рабы тебя спросят, с точки зрения разума и аятов, человек ждет слово Куль, скажи. Но однако Аллах не сказал, скажи. А что? Сам отвечает. Говорит, то поистине я близок. Если обо мне спросят мои рабы тебя, то я близок. О чем это говорит? Даже в просьбы, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, Аллаху, субхану а та аля, не поставил посредника, даже пророка Мухаммада. Именно здесь тахид, именно единобожие. Не через пророка поклоняешься, а напрямую Аллаху, субхану а та аля. Даже Аллах, субхану а та аля, не поставил в этих вопросах. И это говорит о том, что просите, Аллах в Куран говорит, просите меня, я вам дам. Отвечу, не надо через кого-то просить напрямую. Аллах, субхану а та аля, я вам отвечу, субхану а та аля. Я отвечу на мольбу того, кто просит меня. Пусть они ответят мне. То есть, имейте ввиду, люди ответят на призыв Аллаха, субхану а та аля, ответят на то, чтобы постились мы с вами, молились, ответят на призыв, на приказ Аллаха. И пусть они в меня все уверуют, говорит субхану а та аля, потому что для людей же это польза, для людей же это им нужна вера. Субхану а та аля говорит, может быть, они будут идти по прямому пути. Везде здесь Аллах, субхану а та аля, говорит, имейте ввиду, может быть, вы станете богобоязненными, может быть, вы станете благодарными, может быть, вы будете идти по прямому пути. С чем это связано? Опять, об этом тоже отдельно поговорим. Связано с делами сердцами, с ихласом, с намерением, с искренностью. У кого-то Аллах, субхану а та аля, более искренне перед Аллахом, субхану а та аля, у кого-то искренности меньше. Поэтому весь вопрос, две вещи, аль-ихлас и аль-мутаби'а, чтобы приняты дела были. Это должно быть ихлас, искренность, и второе, мутаби'а, дело совершенное, не как нам с вами хочется, а, соответственно, сунны пророка Мухаммада, салаллаху алейхи ассалям. Поэтому, как сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи ассалям, в хадисе, в хадисе, который приводится в Сахин-Бухари, и в муслим, также у имама Мухаммада, ассияму джуннату минан-нар, ка джуннати ахадику минан-китяль. Сиям, пост, это подобный щиту от огня, это щит от огня, подобный щиту во время битвы. То есть, во время битвы, если у человека щита нету, то есть, меч, удар, ему на него попадает, а тут он защищается, обороняется. Также, чтобы спасти от огня, это пост, говорит посланник Аллаха, салаллаху алейхи ассалям. Также, кто один день поста сделал на пути Всевышний Аллаху, субханаллаху алейхи ассалям, Аллах отдалит его, лика от наказания ада, на 70 лет. Мы с вами сегодня пропастились, на 70 лет отдалились от наказания ада, субханаллах. Также, для постящихся есть. Минутка вот эта вот, перед ифтаром, дуа, которую Аллах, субханаллах, обратно не возвращает, принимает. В раю есть дверь райяна, оттуда зайдут постящиеся в судный день, и никто больше не зайдет, помимо постящихся. Субханаллах, какой шаров, какая благодать, какой почет для постящихся. Как сказал пророк Мухаммад, субханаллах, Упастящийся две радости, две радости. То есть, первая радость, тоже делится на две радости, когда он разговляется, и фархаталула, мин фархаталула, первая радость, из первой радости, когда разговляется. Сегодня мы с вами разговаривали, некую радость чувствуем, в душах. Не потому, что накушанный сейчас, не хочется есть, именно какая-то другая радость. И вторая радость, из первой радости это во время дня разговора, когда будет ураза байрам, то что человек будет радоваться, то что смог весь месяц пропаститься аль-хамдул-ля, говорит, благодарит за это Аллаха, и вторая радость в судный день когда встретится с Аллахом, и Аллах скажет заходи в рай, отдельно дверь откроет, почет, такое будет у него в судный день, заходи через дверь райян вечную райскую обитель, он будет радоваться то что постился ради Аллаха поэтому это великое также у нас две великие вещи собрались вместе в рамадан, мы сейчас узнали это пост, он сам себе это великое дело, мы сейчас узнали, и Куран, мы сейчас Куран вот эти лекции проводим, какое величие Куран именно во время чтения, во время таравиах намаза, поэтому, аль-хамдул-ля, днем мы постимся, ночью поклоняемся Аллаху через Куран, и это великая милость Всевышнего Аллаха, об этом сказано То, кто постился месяц рамадан с иманом, с верой и надеждой, то что Аллах его простит, Аллах простит ему его прегрешение Тот, кто выставил в намазах, то что Аллах его простит Простит ему все прегрешения И тот, кто выставил ночь предопределения И тот, кто выставил ночь предопределения с верой и надеждой Тысячи ночей Прошу Аллаху Субхану Ва Та'Аля, чтобы Дал нам награду и баракат, и благодать В пользу того, что мы с вами услышали Иншаллах Прошу Всевышнего Аллаха Субхану Ва Та'Аля, чтобы Дал нам возможности будучи так собираться Иншаллах Следите за, как правильно сказать, за афишей Вот за сторис Иншаллах мы будем выкладывать, когда будут лекции Это будет, может быть, или завтра, или послезавтра Как у нас будет, Иншаллах По времени получаться Иншаллах Ну, так потихонечку мы с вами будем, Иншаллах Делать тапсир Кур'ана В этот месяц Рамадан Завтра тоже, если у кого есть желание В 5 часов вечера В инстаграме тоже Есть такой Рамадан онлайн Если кто знает, Рамадан онлайн Вот на этом в 5 часов будет лекция, Иншаллах И стихтар Именно прощение О прощении Всевышнего Аллаха Просьбы о прощении к Аллаху О прощении, чтобы Аллах простил нас Именно лекция об этом То есть как правильно просить у Аллаха прощения Побуждения Чтобы мы Братьев, сестер, самого себя, чтобы Просить каяться Аллаху Просить покаяния, прощения Будет хутба такая небольшая На 30-40 минут Лекция на тему Истихтар Обращение к Аллаху Братья и сестры Пойдемте читать И не забывайте делать Дуа За близких, за всю ум Пророку Мы за вас будем За всю ум, за братьев, за близких, за друзей ИншАААЛЛА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok